Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. Это у нас разговорное видео, в котором я бы хотел поговорить о форуме DCS World. А если точнее, о форумных диванных экспертах, которых довольно-таки много обитает на этом самом форуме. Я думаю, если вы на форум DCS заходили, то с этими людьми уже сталкивались. Ну вы знаете, форумные эксперты обладают непомерно завышенным чувством собственной важности, или сокращенно ЧСВ. Ну и с другими пользователями они общаются в такой пренебрежительно-снисходительной манере в духе. Я великий знаток, так что закрой рот и слушай меня. Самое забавное, что когда ты спросишь что-то по теме у такого форумного эксперта, то он сразу начнет показывать свою завышенную самооценку и свою важность, и ответит что-то в духе «Ой, иди читай мануал!» «Ой, это же и так, очевидно!» «Ой, буду я еще на тебя свое время тратить!» Ну или как вариант «Ой, иди изучай документацию!» Звучит знакомым для тех, кто был на форуме DCS, не так ли? Давайте даже устроим небольшой такой интерактив в комментариях. Мне просто интересно, как много моих подписчиков приходило на форум DCS World, после чего их эти самые форумные эксперты отправляли читать мануал вместо нормального ответа на вопрос. Ну поскольку я подобное вижу постоянно на форуме, если честно. Ну то, с каким пренебрежением к новичкам на форуме относятся эти самые диванные эксперты. Из-за своего раздутого ЧСВ я не знаю даже. Я вот всегда новичкам готов помочь, и если мне какой-то вопрос задают, то я всегда на него отвечаю. А если я на вопрос не отвечаю, то это скорее всего из-за того, что мне просто уведомление не пришло. Бывает и такое. Так что если я на вопрос не ответил, не стесняйтесь задавать его еще раз. Ну да ладно, продолжая тему диванных экспертов на форуме DCS World, эти чуваки регулярно пытаются продавливать свое мнение и навязывать его другим пользователям. А что именно эти самые диванные эксперты на форуме пытаются навязывать другим пользователям, спросите вы меня. Ну исходя из того, что я видел на форуме, эти чуваки в первую очередь навязывают другим людям утверждение о том, что, дескать, модули от сторонних разработчиков априори хуже модулей от ED. Довольно-таки спорное утверждение на самом деле, особенно с учетом того, что сторонние разработчики выпустили шикарный модуль F-14, который просто шедевр, как по мне, и который уже полностью является готовым продуктом. Вот ты его купил и летаешь, и не ждешь того, когда какие-то системы будут реализованы. А вот от Eagle Dynamics мы уже целый год ждем, пока они FA-18C допилят. До сих пор не можем дождаться, блин, прицельного контейнера на Hornet. Так что тут не все так однозначно, скажем. Ну а еще если диванный эксперт на форуме поливает какой-то модуль грязью, то очень часто это делается вообще без какого-то конструктива. Ну просто, к примеру, заходит чувак в тему по F-14 и говорит что-то в духе «У F-14 кривая флайт-модель, потому что я так сказал». И все. То есть не приводятся какие-то доказательства, и другие пользователи ему что? На слово должны поверить. Обычно в таком случае я у этого диванного эксперта спрашиваю что-то в духе «А ты что, на F-14 в реале летал, что знаешь, как он должен в DCS летать?» Ну или может быть ты в фирме Грумман работал и занимался разработкой этого самолета, и стал быть поэтому ты знаешь, как этот самолет должен в DCS летать. Я просто не понимаю, почему я должен какому-то левому чуваку в интернете на слово верить. Вообще, говорить о том, что у модуля кривая флайт-модель только потому, что модуль летает не так, как ты от него ждешь, это ну такое себе. Как раз выглядит как непомерно раздутая ЧСВ. Я, конечно, знаю, что самомнение некоторых отдельно взятых вирпелов просто пронзает небеса. Но все же. Но больше всего от диванных экспертов, конечно, досталось модуля МиГ-21БИС и СА-342 Газель. Ох, блин, сколько грязи было вылито на форуме DCS на эти самые модули, просто жесть. Причем частенько их поливали грязью безо всякого конструктива. Ну просто люди приходили в тему и говорили, что, дескать, модуль плохой, поскольку он летает не так, как от него ожидалось. Блин, если ты считаешь, что модуль МиГ-21БИС как-то неправильно реализован, то ты хоть напиши в теме, что именно неправильно реализовано на этом самом модуле, а не так, что модуль мусор, я так сказал, я диванный эксперт, мое мнение единственно правильное, и все. Да, кстати, при общении с диванным экспертом на форуме DCS World постоянно имейте в виду то, что у этого человека существует всего два типа мнений. Его мнение и неправильное мнение. То есть, если вы будете во всем ему подакивать, постоянно будете с ним соглашаться, то он еще будет с вами общаться. Но если вы скажете что-либо, что не совпадает с сомнением диванного эксперта, то все сразу труба. Вы для диванного эксперта станете чуть ли не врагом номер один. Ну и ответная реакция диванного эксперта на то, что вы осмелились с ним не согласиться, может быть какая угодная. Он может просто вас в игнор кинуть, может начать оскорблять вас, может начать давить авторитетом, дескать, я же диванный эксперт, я знаток, я знаю все на свете, а ты вообще не знаешь ничего, поэтому заткнись и слушай меня. С подобным я на форуме тоже, кстати говоря, сталкивался, когда люди чуть ли не прямым текстом называют себя охрененными знатоками и считают, что другие пользователи из-за этого должны их во всем слушаться. Но я вам так скажу, это интернет, в интернете сказать можно что угодно. Как мне кажется, за человека в первую очередь должны говорить не его слова, а его поступки. Ну и я думаю, лично обо мне мой канал более чем говорит. Я всегда готов помочь новичкам освоиться в DCS World, но когда какой-то чувак, которого я вообще вижу в первый раз, называет себя знатоком, мне просто хочется спросить у него, а ты кто такой-то вообще, называешь тут знатоком себя? Ты, блин, покажи свои знания людям, а не просто говори, что ты вот такой знаток, ты такой охрененный. Ну и я думаю, вы уже поняли, что диванные знатоки на форуме DCS World меня терпеть не могут. Я сейчас не буду называть каких-то конкретных пользователей, но я думаю, они и сами поняли, что я сейчас их имею в виду. Им, блин, просто не нравится то, что я имею свое собственное мнение и не собираюсь слушать их, открыв рот. Ну и в итоге они крайне негативно относятся и ко мне, и к моей деятельности на Ютубе. Говорят мне, что я, дескать, совершенно бесполезные гайды для нубов записываю. Ну а я им в ответ говорю, что я, в отличие от них, делаю что-то полезное для проекта и помогаю новичкам в нем освоиться. А вот они, эти товарищи, диванные знатоки, для проекта вообще ничего полезного не делают, только сидят и кичатся своими знаниями, которые мы даже и проверить-то не можем. Являются ли эти знания вообще реальными или выдуманными? Вот так. Надеюсь, после этого видео вы будете знать, как отличить нормального пользователя на форуме DCS World от диванного знатока. А почему я вообще вспомнил про диванных экспертов с форума DCS World? Ну тут все дело в том, что я посмотрел видос Гаджента о том, какие модули в DCS World нужно покупать. И меня этот видос просто триггернул. У меня сразу начались, блин, флешбеки с форума DCS. Поскольку этот видос Гаджента, это вот квинтэссенция всего того, о чем я говорил сегодня. Такое чувство, что чувак свой видос снимал просто под диктовку какого-то диванного эксперта. И это печально, конечно, что Гаджент не имеет своего собственного мнения. Ну да ладно. Я вообще сначала думал полный разбор видео Гаджента сделать. Ну поскольку там реально есть что разбирать на самом деле. Ну, что-то мне лень этим заниматься. Так что я просто по нескольким перлам пройдусь с этого видоса. Ну вообще мне понравилось как Тарич Гаджент моду Леса 342 Газель назвал мусором. А потом он сказал, что он вообще не летал на этом модуле. Я-то, блин, думал, что для того, чтобы высказывать свое мнение по модулю на нем хотя бы нужно полетать немного. Ну вон оно как оказывается. Можно высказывать свое мнение просто на основании мнения других людей. Естественно, в этом видосе Гаджента есть и поливание модуля МиГ-21B с грязью, безо всякого конструктива. В этом же видосе Гаджент говорит, что, дескать, модули от сторонних разработчиков не дотягивают по качеству до модуля от Eagle Dynamics. Тоже мне знаток модулей нашелся. На большинстве модулей не летал, но при этом строит из себя какого-то охрененного эксперта. Также Гаджент в своем видосе говорит про какие-то косяки с флайт-моделью F-14. При этом не говорится, что за косяки и в чем они заключаются. Ну, понятно, в общем, чувак пришел с War Thunder, немного пообщался с форумными экспертами с форума DCS и теперь строит из себя охрененного знатока, рассуждая о флайт-модели. Ну, в общем-то, это его канал и он, в принципе, может делать с ним все, что посчитает нужным. Ну, я вам просто говорю о том, контент на канале у Гаджента вас ждет. Серьезно, некоторые фразы с этого видео просто один в один фразы, которые я до этого видел на форуме. Ну, и с учетом того, что Гаджент меня в игнор кинул после того, как я ему сказал, что вообще-то стоит иметь свое собственное мнение и что стоит хотя бы немного полетать на модули, прежде чем высказывать свое мнение по нему, то, я думаю, Гаджент далеко пойдет в этом клубе анонимных диванных экспертов, поскольку у него уже неплохо получается изображать из себя знатока, не являясь таковым, и также у него неплохо получается игнорирование всякой критики и дельных предложений в свой адрес. Ну, хочет записывать свои видосы под диктовку диванных экспертов с форума. Это его полное право, поскольку его ж канал, что хочет, то и делает с ним. Я его видос привел просто в качестве примера того, как выглядит рассуждение диванного эксперта на форуме DCS World, поскольку в его видосе есть и перлы про MiG-21BIS, и перлы про SA-342, и перлы про то, что, дескать, модули сторонних разработчиков хуже, чем модули Eagle Dynamics, есть и рассуждения про флайт-модель от человека, который во флайт-модели не разбирается. В общем, все по канону, как говорится. Ну и да, не удивляйтесь числу дизлайков под моим видосом, поскольку я уверен, что, во-первых, и форумные эксперты побегут мне дизлайки тыкать, обидевшись на мой видос, и также побегут дизлайки тыкать фанаты Гаджента, поскольку я раскритиковал его видео. Ну вот такой у меня подход. Я-то всегда имею свое мнение, ну и высказываю его, несмотря на то, что оно может кому-то не понравится. Ну и да, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.